Пронзительная исповедь вдовы Хворстовского Саркад 9-летняя Флоранс Ильи Хворстовская вместе с детьми Максимом и Ниной прилетела в Москву на церемонию открытия памятника Дмитрию Хворстовскому. 16 октября ему исполнилось бюджет 57 лет. Она родилась в Женеве, хотя считает себя итальянкой, живет в Лондоне, но очень хорошо говорит по-русски, выучила ради мужа и детей. По-русскому же обычаю после открытия памятника Флоранс помянула супруга рюмкой водки и закусила огурчиком. А потом рассказала о том, как жила эти два года минувшие после смерти Дмитрия Хворстовского. «Я профессиональная оперная певица, но музыкальную карьеру давно забросила», сообщила Флоранс. «Когда я познакомилась с Димой, больше не хотелось выступать, решила посвятить себя ему, детям, семье. Сегодня продолжаю проекты, которые задумал муж. Устраиваю благотворительные концерты. Например, 21 октября в Большом зале Московской консерватории состоится вечер. Дмитрий Хворстовский и друзья детям. С участием Анны Нетребко, Юсифа Эйвазова, Эльдара Авдразакова и других звезд оперной сцены. Собранные средства пойдут в РУСФОН, чтобы помочь детям, остро нуждающимся в лечении. За пять лет в семье Хворстовского удалось собрать 58 миллионов рублей и облегчить страдания 200 тяжелобольных детей из разных регионов России. «Я сегодня живу на две страны», – улыбнулась Флоранс. «В России остались родители Димы. Они уже в возрасте, им тяжело летать к нам, а внуков видеть хотят. Вот и вожу детей. Мы и созваниваемся постоянно. Я понимаю, что должна быть сильной, быть примером для детей, выполнить наказ Димы, воспитать их достойными людьми». Максим и Нина занимаются музыкой. Сын играет на гитаре, сочиняет композиции, а дочь поет, рисует, немного занимается актерским мастерством. От желающих сделать селфи с тобой певца не было отбоя. «В Красноярске есть музей Димы, куда я отдала некоторые его стенические костюмы, личные вещи. Но многое осталось в нашем доме. Должна же я что-то и для детей в память об отце сохранить», – заключила Ильи Хворостовская.